значит нас сразу поставили всех на учет комендатуры паспортов у нас не было и имели правом и передвигаться только в пределах деревни никуда не имели ну в общем в англо или макатус это тюрьма вот ну и я хочу сказать что там нас не интегрировали как тут принято говорить когда русских за государственный счет учат эстонскому языку нас там дифференцировали начальники называли себя товарищи местных вот этих местные жители были кулацкие морды а нас называли новый контингент и ну новый контингент в основном говорит по-русски не мог кто-то мог кто-то нет вот обращались они с нами на русском матерном больше мата было и меньше слов ну я поскольку жили мы у хозяев те были украинцы я стала говорить по-украински сама не понимая на ком я языке говорю но потом все когда уже в школе училась научились вот эти товарищи которые остались тылу они должны были демонстрировать все время что они не зря кушают хлеб когда их сограждане проливают кровь на фронте и вот они придумывали там одного деда у нас посадили только за то что он про свою старуху сказал брешет как советское радио потом каких-то японских шпионов находили английских шпионов те не только они не знали где это япония что это такое они по-русски то говорили матерным языком не только там что-то еще и нас всегда интересовало что может в этой дыре непролазной грязи заинтересовать какого-то шпиона вернее государство японское например что им тут интересно ну вот так вот было а зимой всех у кого детей нет погнали на лесоповал маленьких детей нет а мама работала на кирпичном заводе это была каторжная работа мама делала кирпичи ну все начиная от замеса глины и формовки все делалось вручную а тетя моя кончишая консерваторию ходила в упряжке вместо лошади их трое было и копали колодец они вращали этот ворот который поднимал бадью в районный центр бакчар почему-то остался без зубного врача делать им было нечего зубки болят также и товарищи и они взяли мою маму зубным врачом мама предъявила свой диплом а по окончанию тартовского университета начальником поликлиники в то время была пожилая женщина без образования спортбилетом естественно и она сказала мы то есть она мы приравниваем этот буржуазный университет к советскому техникуму увидев мамин диплом поэтому вам будут платить как медсестре когда возникло дело врачей товарищи сразу проявили бдительность и маму тут же сняли с работы но в колхоз назад не отправили а стали работать в регистратуре чтобы была под рукой всегда если вдруг зубы заболят у товарищей в институт тогда до того как сталин подох новый контингент не принимали ни в институт и не в техникум никуда но это делалось не просто так делалось очень под подло совсем лицемерием присущим вот этой власти прямо не говорили что вас нельзя принять не примем а просто садили всех желающих на грузовик и под охраной везли в томск а в томске ставили на учет комендатуры и там уже каждый мог пойти куда угодно сдавать экзамены в любой институт даже демократии куда угодно и все каждый год шло по одному и тому же сценарию всем без исключения ставили два по литературе письменно без исключения там были ребята которые на 4 никогда не писали у нас была очень строгая хорошая учительница когда просила бетурин показать свою работу где ошибки говорили не положено и все потом всех садили снова на ту же машину под охраной везли назад и дальше и ждал лесоповал и все вот папа мой погиб в лагере его брат тоже в лагере погиб и их трое три брата было в лагере в свердловских лагерях соси и только один вернулся он приехал в эстонию но тут же ему сказали что он состоит в списках стоит списках на высылку и он сбежал в ташкент значит вот это три брата а еще три брата погибли у немцев а потом сестра одна сестра вернулась из ссылки только одна а вторая сестра погибла у немцев семьей тоже ну а третья сестра она еще до войны умерла там было три сестры и семь братьев маленький брат тоже до войны умер вот так кто устали на кто гитлера погибли пришло одно письмо мама была очень рада что он жив мы знали теперь что он жив и воспрял духом как-то ну вот на конверте стояла печать проверены цензуры значит писать в этом письме себе нельзя было потом пришло второе письмо через некоторое время с фотографии вот цветы для меня он уже знал что его переводят в лагерь строгого режима оттуда живым никто не выходил он знал что никогда не вернется и через несколько месяцев пришло извещение его смерти но это было сорок третьем году и 14 июня вот в этот проклятый день я так понимаю в этот проклятый день Продолжение следует...